всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 16 апреля видите у меня пейзаж в огороде меняется наконец-то тут растаял мой огромный сугроб не до конца еще есть там но уже мало приезжал сын разрезал всю теплицу эту вот теперь думаем куда выбросить и у нас стоит прекрасная солнечная погода сейчас вот 8 утра птички поют небо небо голубое так и хочется что-то куда-то закопать посадить пойду делать обзор сегодня обзор будет не очень обычно не совсем обычный он будет удлиненный потому что многие просили показать какие у меня как выглядит рассада для открытого грунта так как она у меня еще стоит дома на стеллаже сделаю обзор еще домашней рассады вот той которая самая маленькая которая будет высаживаться самая последняя некоторые думают что у меня вся рассада вот такая огромная которая в теплице стоит нет есть малыши которые еще только после пикировки вот один-два дня стоят и во время этого же видео обзора я расскажу про вчерашнюю форс-мажорную ситуацию у меня произошла может быть кому-то это поможет но начнем как обычно с первой теплицы где у нас для получения супер раннего урожая растут самые-самые первые томаты и еще сегодня первый раз буду делать салат суворовский витаминный вот из этих листьев сочных вкусных я давно ходила облизывалась слюни аж текут буду делать салат обязательно отдельный выпуск запишу потому что у меня очень просили но это вот самая-самая первая продукция которую я всегда с огорода снимаю первая еда доступная в апреле помните как-то я вам показывала говорила что здесь засыпано откапывала вот эту вот пролеску то видите она сразу моментально за бутона все выкинула из-за цвела вот этот прекрасный цветок как только он вылазит на цена и начинает свисти значит все наступила весна у нас когда я сказала что у нас установилась прекрасная солнечная погода такая но эта погода весенняя самая опасная почему потому что днем у нас солнце днем у нас теплицах жарко а ночью вот сегодня опускалась температура на улице до двух градусов 2 градуса это почти близко к нулю это такая критическая температура при которой нужно или подогревать или укрывать и вот так как у меня здесь видите из этих колев я уже говорила у меня укрытие вот такое вот пока что но когда нет минусовой за бортом это не страшно я решила вчера я очень долго вечером работала и вот разбирала там томаты бросила ну короче не доделала бросила думаю раз эти открытые пусть и эти стоят раз прикрыть у меня нет возможности всех их думаю включу подогрев на несколько часов вот 12 часов перед тем как лечь спать я включила подогрев а в пять утра пол шестого встала я когда я его выключила все здесь нормально было ну как нормальная температура то что они открыты и даже ничего нормально но понижается температура то в основном не в 12 не в час не в два когда вот работал обогреватель она понижается у нас в пять шесть утра короче к 7 утра температура на улице понизилась до двух градусов с плюсом и без обогревателя теплица остывает очень быстро я уже говорила когда нет солнца когда я когда вот утром зашла здесь ну всего пять градусов где-то было 45 градусов 2 на улице что тут 45 градусов и я всегда раньше помните приходила показывала вам что на внешнем градусники было мало а туда в тоннель залезешь там много потому что была пленка укрывная а теперь так как у меня здесь дырки то там сильно тоже тепло не скапливается именно поэтому я сегодня включила подогрев но что самое интересное еще интереснее ситуация у меня произошла в той теплице в которой я вчера работала там я вообще ничем не прикрыла у меня был форс-мажор сейчас расскажу пришлось мне там свечки оставлять на ночь и оказалось что со свечами ситуация это получилось даже выгоднее так более успешно сохранилось тепло чем от обогревателями которые работали несколько часов а потом были отключены в самый тот период утреннего понижения тут остыла прям моментально и получилась температура что здесь с обогревом который я гоняла полночи что там где обогрева не было температура одинаковая сейчас мы туда перейдем я вам покажу вот тут все нормально они пережили два градуса плюс это не так страшно все равно даже если здесь не было бы никакого обогрева если бы я сегодня не включала я то видите из-за чего их нежу или лею почему я боюсь сильно понижать там я оставила без страха а тут цветут уже томаты и цветут перцы и многие знают что когда во время цветения вот такие перепады температур дань до очень низких показателей могут образоваться вот эти как раз махровые цветы которые корявые очень многие специалисты вот которые изучают и говорят что вот эта махровость все-таки возникает от небык не благополучных от таких нежелательных температурных показателей именно во время цветения если бы томаты не цвели я бы оставила просто так и даже ничего бы не включала как я сделала в той теплице сейчас туда перейдем фу здесь невозможно глаза аж есть это как молельный домик знаете пахнет как в церковь заходишь вот этими свечами здесь короче мы фуфуфуф вчера у меня получился образовался форс-мажор я же продолжала высаживать я вот высадила еще один ряд полностью весь видели кто смотрел мои предыдущие видео у меня же были в центре вот так поставлены дуги и вся дорожка была заставлена контейнерами. Все, я контейнера все на другую дорожку переставила, там притащила с той теплицы, которые были на растолщении, как на подращивании, поставила их пореже и перенесла их в холодный, в такой климат, для того, чтобы они больше не росли, чтобы немного их тормознуть. Передвинула все дуги туда, все. А вот эти остатки, мне нужно было второй комплект дуг взять, еще такой же сделать, вот тоннельчик, накрыть и идти домой. Но тут вмешались непредвиденные обстоятельства. Когда я пошла брать вот этот комплект второй железных дуг, оказалось, что там, где они хранятся, между гаражом и соседским забором, там еще снег, лед не растаял, и они еще вмерзшиеся. Я, короче, тянула их, тянула, я не смогла их выдрать. Все, ну что делать? Нету вот этих комплекта дополнительного. Я подумала, раз я эти не могу ничем, но нету у меня этих дуг, ну, значит, эти оставлю. Раз плюсовая температура, поставлю-ка я, воспользуюсь тем методом, про который я вам говорила, поставлю-ка я свечки. Все. Ну, сейчас покажу вам. Ой, ой. Вот видите, как свечка догорела. Я сейчас этот комочек земли возьму и выброшу, потому что это парафин. Но, воткнув в землю, это самое устойчивое, чтобы она не падала. Тут я ни на блюдце, ни на чего не ставлю. Вот они, томатики, которые готовы к высадке, к следующей. Я поставила так. Две свечи там, у дверей. Две посредине и две в конце. Вот шесть свечей. Когда я в шесть часов посмотрела, в шесть утра, они еще горели. Я даже заходить не стала смотреть, чтобы тепло не выпустить. И вот, результат такой. А, еще добавлю. Я же до того, как к свечкам-то пришла, я думаю, ну, включу обогреватель, там погрею немножко. Ничего страшного. Сначала ту теплицу погрею, потом эту. Все. Но тут опять бывает так. Включила, вот. И прям запахло такой сжженной проводкой. Почему-то у меня вилка начала вот это плавиться. Но оборудование все старое, все неприспособленное. Видите, что и у нас, у меня, значит, то ли там контакт плохой. Короче, я отказалась от этой идеи. Надо вызывать электрика полностью. Делать нормальный кабель тянуть и делать все эти. Ну, короче, все менять. Отказалась я от обогревания обогревателем. Потому что была ситуация такая, что, ну, я же не оставлю, когда вижу, что плавится. Не стала вообще ничего делать. И вот эти свечки. Для чего я все так подробно рассказываю? О, тут уже задыхаюсь. Конечно, для того, чтобы кто-то вот на моем опыте какие-то выводы сделал. Смотрите. Та теплица, которую я не могла сильно в холодную погоду голых их оставить, которую я уже объясняла из-за цветов. Но неважно по каким причинам. Я ее грела с 12 до 5. Это можно сказать, что она грелась всю ночь электричеством. С 5, когда я выключила, и вот до 8, до полвосьмого утра, она остыла. И у нее температура стала ниже на 1 градус даже, чем вот эта, которая поддерживалась свечками всю ночь. Я свечи зажгла в 9 здесь, в 9 вечера. И до 7 утра они горели. И они выдержали мне... Сейчас скажу. А, ну сейчас... Ну сейчас здесь уже 18 градусов, но это уже не от свечей. Это уже солнышко начало выглядывать. Я заходила, здесь было 5-6 примерно. Вот смотрите, было плюс 2 на улице. Здесь 5-6 градусов. 6 свечей держали температуру выше, чем на улице, на 4 градуса в течение всей ночи. До самого утра горели. Там, когда я выключила обогреватель, и безо всего с 5 утра до 8 температура опустилась, и на 1 градус даже там стало ниже, чем вот здесь. Вывод, что в крайнем случае, если вы, например, выставили, высадили, и... Ну вот как у меня получилось, что... Ну не закрыла я. Никак не получилось у меня прикрыть. Вот эти свечки, это действительно, это вот такая палочка-выручалочка. Последний, самый последний шанс, последний вариант. Когда, видите, у меня дуги не нашла. Электрообогреватель завонял, не включила. Ремонтировать некому, электрика в доме нет. Муж у меня уже устал от моих огородных проблем, у меня вечно что-то нужно делать. Я уже к нему в последний год вообще не обращаюсь. Сейчас найму где-нибудь электрика приходящего, он мне все сделает, все. Ну, мысль-то хочу донести такую, что безвыходных ситуаций не бывает. И вы видите, что все они, томаты, я вот сегодня их осмотрела, у них нет даже каких-то видимых признаков, что им было плохо. Я обычно трогаю, подхожу, листики трогаю. Листики не холодные, все хорошо. Сейчас пойдем дальше. Эти были со свечами. Те, которые в придомовой, у меня уже спрашивают несколько раз. А там вообще нет обогрева. Там действительно вообще нет обогрева. Если здесь было 6, в той опустилась утром до 4, то там было между 3 и 4 градусов. Но там они уже привыкшие. Сейчас посмотрим их. Вот придомовая теплица. Если первая теплица, которую я немножко грела, там вроде цветут. Нужны им самые комфортные условия. Вторая теплица, ну там вроде только их высадили. Тоже их жалко, что они с теплой теплицей, да сразу в холод, безо всего. Вроде тоже пожалела, поставила свечи. То эти, я уже вроде как привыкла, что они стоят и стоят при любых температурах. Они вообще ничем не обогревались. Ой, прям выглядят хорошо. Мне кажется, чем жестче с ними обходишься, тем лучше они становятся. Эти как стоят у меня они, так и стоят. Ничего не включала, ничем не подогревала. И, конечно, я когда утром вышла, между 3 и 4 градусов. Но такая температура, она была кратковременная. Как я говорю, что она к утру обычно понижается. В 12, в час, в 2 было еще 5 градусов. 5 градусов было на улице, значит, здесь было 6, 7. И только к утру, на какой-то период, на непродолжительный, опять же повторюсь, опустилась она до 3 градусов здесь. Но от этого они, я не знаю, я посмотрела, корни белые в стаканчиках, видно же. Листва ярко-зеленые, хорошие, все у них прекрасно. Единственное, что они не вытягиваются, и они становятся, растут не в высоту, а как бы у, ну как, делаются коренастия. Вот эти, это особенно вот остатки, которые от скороспелых из теплицы. Вообще такой внешний вид, как будто их чем-то подкармливают или поливают. Еще раз повторю, ничего с ними не делаю, особенно с теми, которые вот остаточные. У меня их вообще нет смысла ни кормить, ни подкармливать, ни поливать ничем, потому что еще с ними вопрос не решен, буду я их высаживать куда-нибудь или нет. Так, теперь пойдем к рассаде, которая для открытого грунта стоит дома. Кое-кто, глядя на мою рассаду, которую я высаживаю, которая стоит в теплице, думает, что у меня вся такая рассада, толстая, здоровая. Вот рассада для открытого грунта. У меня одна зрительница попросила, покажите, я успокоюсь, то мне кажется, моя маленькая. Вот после пикировки у них недельная адаптация, стоят они, тут у них лампочка есть, они сейчас немножко подрастут, эти еще света живого не видели, ни разу не были ни на улице, нигде. Сейчас приживутся в стаканчиках в этих маленьких, тоже будем выносить их на улицу, и они немножко окрепнут, повзрослеют. Ну вот они для открытого грунта, потому что для открытого грунта она и должна быть такая. Мы высаживаем только в начале июня, это значит, ну еще полтора месяца ей сидеть в стаканах, перекочевывать с маленького стакана, потом в 500-граммовый стакан, потом будет она закаляться на улице вместе со всеми. Пока что у них вот не очень такой вид, но они малыши. Все, вот это весь обзор всей рассады. Вы видите, она идет как у меня ступенями. В первой теплице уже цветут, во второй теплице я их только высадила в фазе бутонизации. В придомовой теплице стоят они как подростковые, в 200-граммовых стаканчиках, но уже большенькие. Вот эти вот после пикировки 2-3 дня и еще два лотка совсем не распикированные. Для разных сроков высадки, для разных условий выращивания рассада, конечно, должна быть и разного возраста, и разного внешнего вида, потому что назначения у них у всех разные. Все, до свидания. Продолжение следует...